Сегодня на сессии законодательного собрания принят закон о патентной системе налогообложения. Данным законом вносятся изменения в действующие налоговые законы о патентной системе налогообложения. За 12 лет, конечно, патентная система в области возрастает, но в основном пользуются патентом налогоплательщики городов Вологда и Череповца. И, конечно, в муниципальных образованиях, отдаленных от областных центров, данная система не востребована. Две цели мы преследуем. Первая цель – это, конечно, создание благоприятных условий для налогоплательщиков, то есть снижение налоговой нагрузки. А второе направление – это, конечно, привлечение дополнительно на данную систему налогообложения тех работников, налогоплательщиков, которые сегодня находятся в тени, самозанятых граждан и тех, кто будет менять систему налогообложения, переходя с единого налога на минеральный доход на другие виды деятельности. А это у нас произойдет, начиная с 2021 года. Но прежде всего, учитывая то, что разные экономические условия для налогоплательщиков в городах и административных центрах, поселениях, мы ввели дифференциацию потенциального дохода для налогообложения в зависимости от того, где работает налогоплательщик. Разделив муниципальное образование на 8 групп, выделив муниципальное образование городские округа, районы и сельские поселения, ввели понижающие коэффициенты. Второе направление – мы ввели для бытовых услуг минимальный и максимальный потенциальный доход для различных видов деятельности. Минимальный потенциальный доход – 100 тысяч, а максимальный – 475. Далее мы предложили в этом законе учесть потенциальный доход в зависимости от того, чем занимается предприниматель, и ввели потенциальный доход в зависимости от того, например, транспортное средство. На одно транспортное средство в год потенциальный доход – 200 тысяч рублей. Ввели потенциальный доход, понимание, когда торговые площади. На один квадратный метод торговой площади 20 тысяч рублей. То есть здесь тоже произошла дифференциация, понижение налоговой нагрузки и, соответственно, улучшение условий для бизнеса. Ну и четвертое направление. Этим законом, если предприниматель занимается разными видами деятельности, например, ремонтом, какими-то еще видами деятельности, то мы ввели понимание одного патента для различных видов деятельности. То есть не по каждому виду деятельности берется патент, а по одному из видов деятельности. Я думаю, что вот эти условия, которые предлагаются данным законом, будут интересны для нашего бизнеса и при переходе с единого налога на умененный доход на другие виды деятельности многие воспользуются данной системой налогообложения.